Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашего сегодняшнего мероприятия «Проблема эффективности госуправления в Узбекистане в условиях глобальной пандемии». Вот так мы обозначили сегодняшнюю нашу дискуссию. И пригласили для участия на этом мероприятии следующих спикеров. Доктор Фируза Рашидова, доктор педагогических наук, она является директором академического лицея при Узбекском государственном университете мировых языков. Доктор Бахром Раджабов, он политэкономист, имеет степень PHD доктора. Шухрат Ганиев, юрист, директор гуманитарного правового центра. И Дельфуза Куролова, юрист по правам человека, консультант по правовым вопросам Международной комиссии юристов. Для начала приветственное слово, наверное, мы предоставим представителям IWPR и Кабар Азия. Пожалуйста. Дорогие коллеги, я рада поприветствовать всех участников этой встречи от имени IWPR Центральной Азии и аналитической платформы Кабар Азия. Меня зовут Джамиль Айтакунова. Я являюсь программным координатором данной организации. Немного расскажу о нашей деятельности. На протяжении многих лет мы собираем экспертов из Центральной Азии или из других стран, которые работают по теме Центральной Азии или заинтересованы нашим регионом. Последние три года мы делаем это намного чаще и собираем на нашей площадке различных экспертов для обсуждения событий или проблем, которые волнуют и затрагивают граждан Центральной Азии. Я хотела бы поблагодарить еще раз парходов Азилы Ичиталиповой и также наших спикеров за организацию данной встречи. И мы будем очень рады выслушать ваши доклады, а также я надеюсь на очень продуктивную дискуссию со всеми нашими участниками. Спасибо. Замиля, спасибо большое. Ну, приступим к главной части нашего семинара. Итак, слово предоставляется доктору Фирузе Рашидовой. Я ее представил сегодня уже. И тема ее выступления сегодня звучит так. Проблемы внутреннего и внешнего мониторинга качества непрерывной подготовки профессионального образования. Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Спасибо большое. Фарфод Пазылыч, мы привыкли все время обращаться к Фарфодаке, к Фарфодаке, вот сегодня я узнал его отчество. Мне очень приятно. И вообще мне очень приятно сегодня, когда Джамиля сказала, что вы собираете экспертов. Вопрос экспертов очень такой щебетильный вопрос. Почему? Потому что я непосредственно занимаюсь качеством образования, непосредственно занимаюсь квалификацией кадров. И мне кажется, что мы все эссенговские страны в какой-то момент оказались не там. И где-то мы потеряли наших экспертов, которые были с нами в 90-е годы, видимо, когда нам нужно было всем выживать и всем понимать, что же происходит вокруг. Мы потеряли очень многих экспертов. И на сегодняшний день, как эксперт, я сама, первая моя научная работа была в области инженерии, а вторая научная работа в области квалиметрии, ну, по иностранным языкам. Так получилось, судьба так распределилась, что мне последние 10 лет я руководила ассоциацией преподавателей английского языка. И мы ввели, первый раз столкнулись с такой проблемой, как уровни языка. А потом это определилось, что уровня образования у нас в СНГ не сделано. И, в общем, поехало, поехало. Сейчас в стране принято очень много постановлений. И мне до сих пор кажется, что последние 10 лет как директор я уже участвую в этих решениях. И как эксперт в области профессионального образования я тоже участвую в анализе, в статистике Европейского фонда образования, ЮНЕСКО. И я вижу, что у нас все равно это остается большой проблемой. То есть нету этой классификации образования. Естественно, если даже принято уже постановление и в Казахстане он сейчас принят, и в Кыргызстане он сейчас принят, а в Туркменистане не знаю, в Таджикистане точно идет, потому что эту информацию я знаю через Европейский фонд образования. Но проблема в том, что мы до сих пор не знаем, как правильно оценивать квалификацию наших кадров. И это очень явно сказалось во время пандемии. Почему? Потому что мы много лет говорим, что информационная технология, педагогическая технология должна была быть внедрена в нашу систему. И вдруг, бабать, когда вот получилась такая история, когда пандемия, и всем нужно сидеть дома и организовывать образовательный процесс, и многие учителя, многие миссии оказались неподготовлены. хотя первые отклики коронавируса было уже в декабре, и в Узбекистане мы первый раз обнаружили 14 марта уже, когда вот к нам приехала наша гражданка из Франции. И вот, я помню, 16 марта все образовательные учреждения закрылись на карантин, и 19 марта уже президент издал указ о том, что все другие учреждения тоже выходят на карантин. И мы все потихонечку, потихонечку перешли на удаленную систему работы. И, конечно, это сказывается на экономике, но мне было очень приятно говорить о том, что наши страны, вот именно центральные азиатские страны, они отличаются тем, что они очень толерантны. И тут же быстро очень многие люди начали друг другу помогать, в том числе образовательные системы. И в среде образования, вот если я буду говорить о высшем образовании, произошли такие вот, я бы, как сказать, вакуум подготовки кадров. Потому что я не могу сейчас сказать о подготовке высшего образования, которое в этом году дети, наши выпускники, получили дипломы, даже без пандемии. Мы тогда еще не знали о качестве образования, то есть мы знаем, что дети получают диплом, но ни один ректор, ни один директор не отвечает за квалификацию кадров. И мне очень приятно говорить, что наконец Узбекистан принял национальный уровень по квалификации кадров, но там не сказывается об системе экзаменов по квалификации. Что нам, исследователям, предстоит очень много работать, и экспертам тоже очень много работать. Все знают, что в Казахстане, в Кыргызстане наши коллеги и эксперты работают, но они тоже не могут это распространить сильно, потому что это тоже в каких-то отраслях развивается, в каких-то отраслях не развивается. Особенно не развивается, ну, плохо развивается, скажем так, в системе образования. И мы не раз выходили с инициативой через ЮНЕСКО и через КАИП. КАИП это центрально-азиатская платформа образования о том, чтобы принять для Центральной Азии единые квалификационные рамки, которые позволят нашим кадрам в Центральной Азии передвигаться и иметь как это сказать, такую же квалификацию. Но чтобы мы могли говорить, что из Узбекистана кадр приехал, но он соответствует требованиям кадра в Кыргызстане. Или из Кыргызстана приехал в Узбекистан, чтобы кадр мог дальше продолжить свою работу. То есть квалификационные рамки, которые приняты в европейских образовательных системах и квалификационные системы, которые у нас остались еще в СНГ-ских странах, остаются большим-большим вопросом. И одна из больших проблем, это опять я возвращаюсь к языкам, мы потихонечку стали терять свои языки, родные языки. Почему слава Богу сейчас у нас в стране в Узбекистане обратили на это внимание и сказали, что узбекский язык выглядит на уровень Айелса. По данным ЮНЕСКУ ежегодно около 26-27 языков пропадают в связи в selb В связи с тем, что на этом языке люди не пишут, на этом языке люди не читают, этот язык не используется на литературном уровне и он останется на базовом уровне, то есть на уровне диалекта и все. И в связи с тем, что образование, клобализация, клобализация экономики, segundo клобализация образования, происходит иммигрирование людей, оно стало нормальным и за счет этого люди стали терять языки. А когда они теряют языки, они теряют и культуру, естественно, то, что где-то их не прядет, уже знали какие-то квалификации, они не успевают передавать своим следующему поколению. Так получилось в свое время IT-технологии. В 90-е годы, когда было тяжело в Узбекистане, многие очень хорошие атишники уехали в другие страны, и мы потеряли очень ведущих специалистов. Вот сейчас, когда необходимо очень много хороших специалистов, у нас их не хватает, но, слава богу, правительство приняло правильное решение, и они сейчас очень иницируют программу, миллион программистов для Узбекистана на этот год. Это финансируется. Они сейчас уже создали более чем 200 школ по IT, и дальше это будет развиваться очень быстро, и по многому. И каждый регион переходит, вы знаете, наверное, уже, это не секрет, что медицина перешла на систему онлайн, Ask Doctor называется. И так и далее. Вот сегодня, буквально вчера принял новую программу развития Узбекистана по правам человека. До сих пор, хотя у нас это было в Конституции, но права человека, вы знаете, как и во всех многих наших странах, она не совсем защищалась и не так развивалась. И, слава богу, сейчас это опять вышло, и новая программа говорит о том, что каждый человек имеет право то-то, то-то, то-то делать. Очень большая программа вышла, я полус еще не изучила, но мне приятно говорить об этом, потому что это действительно та программа, которая показывает, что меняющий Узбекистан принимает новые и новые положения, новые дорожные планы. И вкратце хочу сказать, что образование 2030, которое было принято ЮНЕСКО, где конкретно показано, какие уровни образования должны быть и какая квалификация была. Возможно, нашим коллегам тоже будет интересно, одно мое исследовательское заключение такое, что по уровню МСКО, МСКО это международная стандартная классификация образования, мы охватывали первый, второй, третий уровень, то есть бывшие академические лицеи и колледжи тоже охватывали третий уровень. Все 12 лет мы учились как обязательное образование, но останавливались только на третьем уровне. То есть четвертый, пятый уровень, который ЮНЕСКО требует, он оставался в вакууме. Мы переходили сразу на шестой. Ну, статистика сейчас от УЗ показывает, что они были на пятом уровне. Если даже пятый уровень, все равно четвертый уровень никто не работал. И работали только частные школы, частное репетиторство, которое готовили наших детей в ВУЗ. Оттуда и коррумпированные, извините, неработающие схемы в высшем образовании и вот при поступлении. Ироза Мусановна, я извиняюсь, у вас еще одна минута. Да, спасибо большое. Я обычно показываю пальцем на экране, смотрите. Да, спасибо. И просто хочу сказать, что это вот исследование, мы еще вышли на правительство, в инспекцию. И в этом году в Узбекистане запускаются новые схемы образовательных. И образовательные, это профшколы, 10-11 классы, техникумы, которые поддерживают именно вот этот третий, четвертый, пятый уровень. Колледжи с первого по пятый уровень. Таким образом, мы закрываем этот вакуум и поэтапно переходим на шестого уровня, где шестая квалификация по европейскому квалификациям позволяет иметь Европаст. Но это долгий процесс, уверяю вас, но тем не менее, я очень рада, что мы вместе с нашими хорошими коллегами и создаем эту платформу экспертов вместе, готовы работать и дальше. Спасибо большое. Спасибо большое, Фироза Мусайевна, за интересное выступление. Как вы знаете, в начале года было такое сообщение, что в связи с увеличением квот для наших студентов, которые обучаются в соседних республиках, в частности, допустим, в Казахстане, например, они могут возвращаться и вроде бы началась некая волна этих возвращений, чтобы продолжить обучение уже не в Казахстане, допустим, а в Узбекистане, потому что это будет дешевле и так далее по контрактной стоимости. Вроде бы эта волна началась. Прервался ли этот процесс или как-то сказалось ли на этом процессе вот эта пандемия, карантинный режим и так далее? Во время пандемии даже принимались документы, она не прервалась, она продолжалась до конца апреля месяца. Все документы принимались, причем правительство активно возвращало своих студентов через чартерные рейсы. Даже за счет государства это были чартерные рейсы для того, чтобы если наш гражданин хочет вернуться в страну. Никаких проблем не было. Все документы приняты, но тот, кто не успел, я вот недавно консультировала еще одного студента, который не успел, но оказалось, что он заболел и он действительно не смог участвовать и так далее. Сейчас он обратился в министерство. Я думаю, что скоро этот вопрос тоже решится. В принципе, государство очень ваяльно смотрит на этот вопрос, когда наши дети возвращаются домой. Я думаю, что этот вопрос очень даже хорошо решается. То есть этот процесс не прервался и будет как бы продолжаться. И значит с сентября этого года... Официально, да. Многие будут продолжать учебу уже у себя на родине, да? Да, да. Они уже приняты, теперь все нормально. Так, второй выступающий у нас Бахром Аджабов. Я его представлял. И тема его выступления звучит так. Инновации в госуправлении в период кризиса COVID-19. Бахром Аджабов, вам слово. Спасибо, Фархудекян. Доброе утро еще раз, коллеги, слушатели, все, кто присоединился к этой дискуссии. Спасибо за интерес к теме. Я буквально такими, наверное, мазками пройдусь, потому что тема довольно объемная и много деталей очень важных. Но в своем выступлении на всем я, конечно, остановиться не смогу. Может, дальше в ходе дискуссии поговорим об этом. Ну, первый мой тезис, он довольно, как бы, я думаю, очевиден для всех, что по большому счету никто в мире к пандемии был не готов. И к тому эффекту от пандемии тоже особо никто подготовлен не был, в том числе и государственные институты в полной мере и в целом бюрократия. И здесь надо отметить, что в Узбекистане, если так вот сравнивать даже с соседними некоторыми нашими странами по региону, уровень подготовленности, или, я бы сказал, ресурсов определенных, был несколько выше все-таки. Я говорил уже несколько раз, есть в моей интервью о том, как, например, была система здравоохранения, насколько была подготовлена. Есть объективные международные данные, говорящие, свидетельствующие о том, что, например, такой индекс, Global Health Security Index, есть такой индекс, и в соответствии с ним получается, что никто, например, в Центральной Азии по шкале от нуля до 100, от нуля не подготовлены, и 100 намного подготовлены или максимально подготовлены. По этой шкале никто не превысил и 50, то есть и половины не преодолел. И в этой связи, как бы, нужно сказать, что где-то 73% населения вообще Земли не имело доступа к каким-то базовым, необходимым, необходимым каким-то ресурсам, оборудованию медицинскому для того, чтобы преодолеть пандемию или эффективно преодолеть период вот этой 14-дневной фазы именно болезни. И здесь, как бы, да, в этой связи нужно смотреть уже на уровень подготовки или подготовленности именно медицинского сектора. То же самое касается социальных, всех, как бы, так называемых social safety nets или, ну, так называемых, вот, социальной системы защиты населения, также, это не секрет, в Узбекистане имело место, имели место, особенно в начальном периоде, имели место проблемы. Порой, например, Министерство занятости, когда хотело обеспечить, например, одиноких стариков сиделками, судя по их запросам и обращению к населению, не имело, наверное, полных данных о тех людях, которые нуждались в такой помощи, потому что было обращение к людям, как бы, сообщать о соседях своих, каких-то одиноких престарелых, непрестарелых, нуждающихся в помощи, больных, стариках, в основном, тем, кому нужна была бы сиделка, и Министерство готово было выделить деньги, платить сиделкам, но не имело, по большому счету, информации о тех, кто нуждается, опять же, в этой помощи. Вот такого рода проблемы, да, были. И еще, например, следующий мой тезис был бы, наверное, о том, что госорганам и вообще организациям, и госсекторам не сразу удалось перестроиться. Это довольно трудно. Нужно понимать, конечно, с одной стороны, что все пришло довольно за короткий срок, я бы не сказал, прям неожиданно, потому что те, кто отслеживали ситуацию, понимали, что, например, в декабре, в январе это в Китае, а потом это все начало распространяться. У нас первый кейс, первый случай был в середине марта. Но, тем не менее, как вот эта государственная машина, ей нужно время для того, чтобы перестроиться. И сразу, конечно, этого не произошло. Быстрее, мобильнее оказались какие-то волонтерские группы, гражданские такие инициативы людей, которые потом были уже перехвачены государственными организациями. И были, конечно, в системе определенные проблемы, так как не были обкатаны все эти механизмы. Ну, например, у всех на слуху были проблемы с выдачей стикеров для машин, особенно, когда довольно быстро и, как говорится, on a short notice на такое решение специальной комиссии, когда на следующий день нужно было уже людям, тем, кто занимался бизнесом, доставкой, или кому нужно было по долгу службы получить этот стикер. Они все выстроились в очередь перед филиалами, агентством, выдачей этих стикеров. Была, например, проблема с выдачей пенсии наличности именно для пенсионеров, потому что было принято решение выдавать пенсии на карточку во избежание оборота наличности, потому что через наличности вирус передается по мнению специалистов. И поэтому было решено выдавать на карточках. Но, как выяснилось, пенсионерам нужны были наличные, и они выстроились опять в банк в очередь. Ну, там сбой был определенный в работе хумо и так далее. Это все, как бы, видите, это все, как бы, такие вещи, которые показывают во время кризиса, что систему нужно отрабатывать было. Образование государство стало передавать, опять же, в онлайн-режим. Это всем хорошо известно, дабы обеспечить непрерывность этого процесса. Это было, это приветствовали и международные доноры, и финансовые организации, которые выделяли отчасти и средства тоже на этот процесс. Этот вопрос был частный. Сектор тоже, как вам всем известно, он по возможности, где это было возможно, весь ушел в онлайн. И, конечно, был нанесен по определенным секторам экономики серьезный урон, особенно для тех, кто перестроиться никак не может, ну, там, авиасектор, туризм и так далее. Но был взлет финансовых и IT-услуг на образование, здравоохранение, торговлю, транспорт, был взлет по данным Госпомстатам Узбекистана. И, как бы, надо сказать, многие вещи, в том числе, видите, вот наша экспертная встреча и многие образовательные процессы, процессы, они все были переведены на онлайн-модули. Пришлось по ходу переучиваться или доучиваться педагогам этому процессу. Это довольно трудно тоже было. Я иногда и на некоторых, как бы, примерах личных моих знакомых, друзей, родственников знаю. Да, пришлось осваивать IT. И, конечно, была серьезная нагрузка на инфраструктуру, соответственно. Тут же встал, опять же, вопрос, который и до этого стоял о качестве и скорости интернета, потому что все это, как бы, через интернет, это все так, как перешло в онлайн. Все эти вопросы встали, это тоже не секрет. Конечно же, я не буду говорить про государственную поддержку. Это тоже очевидно, все хорошо вы знаете, что такие вещи были предоставлены. Потом постепенно они, как бы, отменяются. И, опять же, если посмотрите на бизнес, то иногда, как бы, если вы пообщаетесь с бизнесменами, будет ясно, что не все, как бы, до конца понимали, какого рода конкретно поддержка оказывается. Хотя, как бы, многое предоставляется. Может, не все почувствовали, некоторые были возмущены какими-то определенными действиями, опять же. Но сам факт, как бы, что этот процесс был запущен, он шел, он до сих пор идет. И надо сказать, что вообще в сфере инноваций в госсекторе, особенно до, но и в частности в период пандемии, здесь нужно отметить, что в Узбекистане процесс был запущен еще в 2018 году, когда президент объявил следующий год поддержкой, ну, год 18, годом поддержки предпринимательства и инноваций. И там был определенный сектор или направление именно поддержки инноваций в государственном секторе. И тут, как бы, работа еще более интенсифицировалась. Есть много данных, я могу их привести, но они есть также и в статье, которую меня просили коллеги из Хабар писать, о том, какие вообще государство предоставляет формы внедрения инноваций в государственный сектор. И именно вот эти инициативы, они как бы обкатку или стресс-тест начали проходить на удивление. Ну, может, кому-то для кого-то было это удивлением, а кому-то для кого-то неожиданностью. Но этот стресс-тест начали все эти инициативы проходить именно в период кризиса. И я вот выше уже упомянул, какие были проблемы при всех имеющихся инициативах. Ну, надо сказать, что очень много, опять же, онлайн-платформ по секторам, там, где они нужны, необходимы для населения, они начали предоставляться. Некоторая вот даже сегодня новость была по получению консультации от врачей, то есть специальные тоже ресурсы онлайн предоставляются. То есть многие люди, учитывая тот факт, что рекомендовано сохранять физическую дистанцию и вообще меньше контактировать, они вынуждены были уйти онлайн. И это начало подталкивать и государство, и людей быть более инновационными, креативными в использовании в том числе IT. Я пока на этом остановлюсь, времени больше нет. Будем, если что, обсуждать эти вопросы по ходу. Спасибо. Да, спасибо большое, Бахром. Ровно в регламент, как говорится, 10 минут. Следующий по нашей программе выступающий – это Шахат Ганиев. Я его представил вам вначале. Значит, тема его выступления – стратегия предупреждения факторов дестабилизации, связанных с ростом числа безработных, репатриированных трудовых мигрантов. Что-таки вам слово. Во-первых, я очень благодарен предыдущим докладчикам Феруза ОПА за то, что вы отметили наш ресурсный недостаток экспертный. Это самый больной вопрос, и я это чувствую, так сказать, и в стране, и по отношению к стране со стороны международных доноров. Я думаю, это все прочувствовали. Воспитать эксперта – это не выпустить выпускника из института, нужны годы, нужны десятилетия, нужны опыты и наработки. Поэтому так просто махом вот так вот создать программу и создать экспертную школу, а завтра выпустить сотни экспертов и назвать их таковыми, конечно, нельзя. Это первая проблема, которая была отмечена. Феруза ОПА, большое спасибо. И господину Раджабу огромное спасибо за то, что часть моего доклада он выказал. Это проблемы с трудоустройством, проблемы с гибким реагированием со стороны определенных госсекторов, института власти, в виде министерства, трудоустройства или различных агентств на вопросы занятости. Почему, собственно говоря, этот вопрос сегодня стал ребром? Вот результаты нашего мониторинга по Бухарскому региону. Я взял один регион, ввиду пилотного такого проекта в рамках. Только начиная с марта месяца на 100 тысяч увеличилось количество безработных. Это люди, которые должны были весной уехать в Россию на заработки. Это сезонный их выезд. Это в одной области республики. Эти 100 тысяч сегодня сидят без дела дома. Это кормильцы, люди, на которых держалась вся семья, и в основном это выходцы из сел. От 35 до 40 тысяч молодых людей сегодня вступают в стадию поиска работы после окончания колледжа. Также в одной области. Учитывая, что из них обычно от 50 до 60 процентов уезжали в Российскую Федерацию в качестве трудовых мигрантов, понятно, что из-за пандемии эти люди остаются здесь. Конечно, кроме этого еще и определенное количество, по нашим данным, это около 50 тысяч из одного нашего региона, людей, которые не смогли выехать из Российской Федерации, но остались там без работы, ввиду опять-таки COVID-19. Эти проблемы кризисные. Они сконцентрировались в очень коротком промежутке времени, хотя накапливались годами, если не сказать десятилетиями. Почему сегодня, собственно говоря, мы вновь ударяемся, так сказать, лбом от те же ворота? Мы понимали, что ситуация с безработицей очень острая. Она стоит как никогда, и Узбекистан является, наверное, одним из основных доноров дешевой рабочей силы, Российскую Федерацию и другие страны дальнего зарубежья. Но проблема почему-то не оказалась. Конечно, здесь накапливались и стратегические направления, и отсутствие политической воли, но сегодня за 4 года этих я был свидетелем того, как Министерство трудовых отношений и занятости начинало развивать инновационные программы. Не везде они были успешными, но они давали людям надежду. Не везде люди были довольны тем уровнем дохода, который был им обеспечен в рамках трудоустройства. Но это был какой-то доход. И не везде, конечно, люди могли использовать свой потенциал. Я имею в виду людей, окончивших вузы. Люди, которые потратили довольно большие средства, получили диплом о высшем образовании и остались без работы. Так вот, часть этих людей, которая сегодня начала работать и благодаря тем самым инновационным программам, конечно, выражает свою благородность в наших мониторингах и опросах. Но другая часть, а это каждый четвертый выпускник остались без работы ввиду неработающего, справедливого социального лифта. Иначе говоря, нет нормального отбора по потребностям человека, специалиста, который бы устроился на работу в государственные институты или в какие-то другие структуры. Почему не работает социальный лифт? Почему сегодня в условиях пандемии, когда концентрация людей с высшим образованием, когда концентрация просто хороших профессиональных низового и среднего уровня завышена в стране, они никуда не могут выехать, мы не можем найти им приложение услуг. Конечно, в странах с развитым рыночным отношением, где ситуация регулируется за счет рабочих мест, организуемых малым и средним бизнесом, это решается довольно легко сегодня. Но для этого необходима работающая система финансирования, система кредитования, система прозрачного подхода со стороны государственных органов при трудоустройстве. Вот здесь возникают некоторые проблемы. Я проводил анализ, и для меня было интересно, насколько сегодня вообще возможно провести какие-то изменения, к примеру, в структурах местной власти, в Хокмяте области или в районных Хокмятах. Поскольку большая часть жалоб по трудоустройству, большая часть жалоб на неэффективные работы приходится именно на эти институты исполнительной власти. Первая, конечно, причина, на мой взгляд, это отсутствие в эволюции государственного управления общественной роли. Мы не привлекали общество. Мы пытались сделать реформирование сверху. И сейчас это то же самое. Есть политическая воля. Президенты сдают действительно необходимые какие-то инициативные решения, которые вызывают бурю позитивного отблеска и по истечении некоторого времени вызывают расчарование, поскольку нет резонанса внизу. Не работают структуры низовой, структуры средней структуры власти. Почему это происходит? Почему разбивается инициатива первого лица республики об неработающей или парализованной структуре на том уровне, где идет соприкасание с общественными запросами? Конечно, тут стоит еще, кроме всего прочего, и вопрос отсутствия роли самого гражданского общества. Я представитель этого гражданского общества. Работают правозащитные организации долгие годы. И, на мой взгляд, у чиновника до сих пор сидит инерция страха вступать в диалог с активистами гражданского сообщества. Вот эта вот инерция мышления, оставшаяся от прошлых лет, не позволяет чиновнику открыть кабинет и позвать его как социального партнера. Он его не видит как социального партнера. Он видит, но чуть ли не оппозиционера. И вот это вот чувство давлеет у большей части чиновников, к сожалению, сегодня. Его надо преодолевать. В противном случае мы просто вряд ли взвали все это, только на госструктуры сможем выправить ситуацию. Кроме этого, допустим, ее величество коррупции. Мы от нее никуда не ушли. Размах коррупции настолько масштабен, особенно в институтах финансирования, банковских институтах. Там, где идет вопрос необходимости кредитования для представителей того сословия, которых мы называем малым бизнесом. Человек приходит в банк, воодушевленный какими-то программами, получает кредит, поскольку ему нужен капитал, и его не получает, либо в лучшем случае обрастает такими процентными ставками, что лучше бы его не брать. Конечно, возникает у человека иллюзия того, что у нас двойные стандарты, и либо врут наверху, либо воруют внизу. И в этом отношении, конечно, было бы хорошо, опять же, участие специалистов, экспертов в рамках мониторинга, в рамках повышения прозрачности работы структур вот этих самых ответственных и за кредитование, и за финансирование, и за обеспечение трудоустройством, вообще структур власти. Кроме закрытости, непрозрачности, я думаю, есть еще и проблема некой такой безответственности на региональном уровне. И вот тут я бы поднял вопрос актуальности реформирования Института Хокимов. Он назрел, на мой взгляд. И общественные запросы, и наши мониторинги показывают, насколько этот вопрос стоит остро сегодня в республике. Людям просто никак нельзя уже дальше объяснять, почему прекрасные законы и прекрасные инициативы, идущие сверху, декларируемые в СМИ, начинают превращаться в какие-то подзаконные акты, иногда полностью противоречащие сути инициатив. Жовродоге, у вас одна минута. Да, благодарю. И вот здесь основным виновником часто, к сожалению, выступает единоличное управление Институтов Хокимов в областях или в районах. Очень часто это же связано с той же самой коррупцией, к сожалению. На сегодняшний день в рамках стратегии реагирования на ту кризисную ситуацию, которая сложилась с резким количеством безработных, не увлекавших в Россию или оставшихся в России без работы, они тоже наши граждане, и о них мы тоже должны думать. Так вот, в рамках этой стратегии, мне кажется, нам необходимо разработать срочную инициативу социального партнерства. Социального партнерства с гражданским обществом. Упс. У меня уже все. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Сейчас мы переходим к следующему спикеру. Это Дельфуза Куролова. Ее тема звучит так. Правовые вызовы в борьбе против коронавирусной пандемии в Узбекистане. Дельфуза, вам слово. Спасибо большое. Я тут даже увидела некоторых своих коллег-юристов, так что мне, наверное, будет теперь комфортнее разговаривать среди участников. Вообще, конечно, предыдущие спикеры уже затронули эту тему, особенно Шухратакя уже говорил о законах. И я, наверное, просто как логически продолжу эту тему. Конечно, хотелось бы больше говорить о судебной власти, как она реагировала и как она работала во время коронавируса. Но не это наша основная тема. Конечно, я согласна с Бахромом, что ни одна страна не была готова к коронавирусу. И, естественно, это была проверка этих механизмов или, скажем так, институтов, как они работают. Эффективно работают, неэффективно работают. И зачастую мы видим, что здесь служило два, на мой взгляд, было два сценария. Либо государства проявляли эффективность своей работы, либо они получали безграничную власть. Например, если мы возьмем даже ту же самую Европу, где в Венгрии приняли закон Emergency Law, закон о чрезвычайных случаях, где в марте 2020 года он наделяет безограниченной властью премьер-министра, что он может принимать любые-любые... Меня не видно, пишут. Вроде бы меня... Окей. Вот. И, значит, да, они приняли этот закон. Он говорит о том, что премьер-министр может принимать абсолютно любые законы, и он может работать согласно постановлениям, что для Венгрии было не совсем принято позитивно, также и в Европейском Союзе. Конечно, мы можем говорить много об этом, и в Узбекистане, на мой взгляд, тоже был очень позитивный сдвиг реагирования к коронавирусу, как уже спикеры отмечали. То есть эта республиканская комиссия была создана очень оперативно, даже до выявления первого случая в марте. Уже у нас были ограничительные меры по заезду в Узбекистан, авиасообщения были прекращены с некоторыми странами. Также были категории стран. Я помню, даже вот в марте, когда мы прилетали, уже были страны, откуда, если прилетел, нужно в поликлинику позвонить, поставить себя на учет. То есть эти меры уже были. Это нельзя сказать, что вот у нас в марте выявился первый случай, и у нас сразу организовали все. Нет, это было уже заранее сделано. Конечно, необходимо отметить то, что у нас были, то есть когда уже карантин ввели в марте, уже были ограничительные, и стикеры поставили, и быстренько, оперативно сделали волонтерский центр по помощи. Также создали республиканский антикризисный фонд. Предпринимателям помогли. Это здорово. Но если мы говорим, опять же, о законах, то здесь, на мой взгляд, существует несколько проблем. Они системные, и, к сожалению, коронавирус очень усугубил эти проблемы. В первую очередь, это правовое обеспечение ограничений и отступление стран от международных обязательств. Я об этом уже не первый раз говорю, и уже долго говорю об этом, потому что в Центральной Азии только единственный, Кыргызстан, они уведомили, значит, Тритий Бадис, они уведомили комитеты ООН и Генеральной Ассамблеи о том, что они будут ограничивать права, и они будут отступаться от прав человека. Это была единственная страна из Центральной Азии. Никакая другая страна об этом не объявляла. Для того, чтобы... У нас есть два пакта 1966 года. И для того, чтобы четвертая статья, то есть ограничительные меры вставить на легальном уровне, страна должна об этом объявить. Не только принять закон о чрезвычайном случаях или чрезвычайном положении, но это нужно еще и объявить. И единственное, как бы у нас не было ни объявлено, у нас даже закон не приняли об этом. Но при этом мы ограничивали. Мы ограничивали абсолютно все. Второй вопрос, это уже так же касается не только пандемии, но оно усугубило. Это законность принимаемых решений. То есть каждое решение, каждый закон, который принимается государством, оно должно быть открытым, оно должно быть публичным, оно должно быть гласным, доступным для всех, и оно должно быть предсказуемым. Это и есть составляющая законности принимаемых решений. Но сейчас мы видим, что, во-первых, оно недоступное. Например, кто видел постановления или протоколы Республиканской комиссии по коронавирусу? Никто не видел, мне кажется. Видели только то, что было опубликовано в каких-то сайтах министерств, и то это списки, например, по стикерам было. Это мы видели. Мы видим решения, некоторые решения государственных органов, ссылающиеся на этот орган, но кроме телеграм-канала у нас доступа не было. Соответственно, мы не можем говорить о том, что эти решения были публичными, мы не знаем, какие действия последуют, то есть закон должен быть предсказуемым, то есть вы должны знать, как человек, что последует за чем-либо. Также временный или постоянный характер принимаемых мер. Мы знаем, что когда в международном праве, особенно если state of emergency, то есть если ЧП или ЧС, и какие-то ограничения происходят в стране, то они должны носить исключительно временный характер. Они должны быть пропорциональны даже какой-то проблеме, и после того, как эта проблема решена, эти законы должны быть приостановлены. Но мы видим, что у нас ношение масок уже является административным нарушением. Мы знаем, что распространение фейковых новостей не только административным, но уже является уголовным наказанием. То есть эти нарушения, эти ограничения уже не являются временными, они являются уже постоянными. Соответственно, это не совсем подпадает под международные стандарты, которые государства должны следовать. Также количество и качество принимаемых законов. То есть, как Шохлотеке сказал, у нас миллиард законов, миллиард подзаконных актов, но мы не видим, что они либо друг другу противоречат, либо же они вообще не исполняют. И, к примеру, у юристов есть такая фишка, что мы, может быть, и не специализируемся, но есть квалифицированные юристы, которые специализируются на определенных вопросах. И я часто получаю запросы, а вы можете нам подсказать, как нужно сделать бизнес или решить какое-то бизнес-право? И я говорю, нет, я не могу. Они говорят, нет, вы же юрист, вы же должны все понимать, все знать. Но у нас настолько много этих законов, что один человек или пару человек не могут охватить абсолютно все, потому что у нас есть законы, а на них еще есть миллиард подзаконных актов, которые могут иметь большую силу, чем закон. Хотя фактически такого не должно быть, по идее. У нас, например, если мы возьмем судебную систему, тоже я вижу, очень много с этим сталкиваются проблемы. Это доказательства, это вызывание свидетелей, получение свидетельских показаний, разрешение каких-то уголовных дел. Мы видим, что, во-первых, это не написано нигде, не регламентировано, но это не только Узбекистана проблема, это проблема во всем мире, что процессуальные законы не прописаны таким образом, чтобы онлайн-конференции или онлайн-получение доказательств и так далее были приравнены к письменным или к очной явке. Поэтому, ну в этой связи, конечно, многие, Верховный суд многих стран, они принимают свои экстренные законы, которые в последующие вносят изменения в УПК. Но у нас, как таково, я, например, таких вот решений, к сожалению, пока не видела. Я видела только несколько решений Верховного суда, который гласит, какие категории дел можно рассматривать, не рассматривать. Но именно в процессуальном порядке, пока я вот за 4 месяца, пока что этих сдвигов не было, но, может быть, возможно, это будет следующий этап развития процессуального законодательства. Ну и, конечно, как уже Шухратакя отмечала, это ручной механизм гарантии защиты прав. То есть, если один руководитель хочет, он помогает, если другой руководитель не захочет, соответственно, не помогает. Поэтому в карантинное время как раз-таки это очень сильно сказывалось и очень сильно показывалось. Например, если вы проехали без маски, вы объяснили, гаишник сказал, ну ладно, в принципе, я тебе могу помочь, да, или там, окей, я тебя понимаю. Но, с другой стороны, мы видим, как много людей сажали в тюрьмы, забирали в СИЗО на 15 суток. Почему-то у нас закон не написано в Уголовном кодексе до 15 суток, но почему-то всем стандартно давали эти 15 суток. Ни одна сутка, ни две сутки, и никаких смягчительных каких-либо мер пресечения не применялось. Поэтому, наверное, я на этом закончу, у меня уже 10 минут заканчиваются. Это основные моменты системные, которые, в принципе, они всегда были в законодательстве, в правовом поле. Но коронавирус, наверное, это все усугубил, я бы сказала так. Буду рада ответить на вопросы. Дефуза, спасибо большое. Мы фактически выслушали 4 доклада, остался мой. Я хотел бы буквально коротко выступить на тему, которую я бы так условно обозначил. Проблема дистанцирования в госуправлении. В условиях карантина, вызванного глобальной пандемией, в лексикон публичной политики был введен термин дистанцирование или социальное дистанцирование. Говоря о социальном дистанцировании, органы власти и управления имеют в виду соблюдение расстояния между людьми для предотвращения заражения. Это, конечно, верное требование. Вместе с тем, параллельно наблюдается интересное и другое явление. Социальное дистанцирование зачастую приобретает форму расстояния между государством и гражданами. Политическое, так называемое, дистанцирование, оно появляется и увеличивается по двум. В основном, на мой взгляд, по двум причинам. Объективно, в силу режима карантина, понятного для нас всех. И субъективно, в силу привычного удобства работы госчиновников, в кавычках, вдали от докучающих граждан. Как у нас это всегда и было. То есть дистанцирование как бы на руку сыграло вот этим чиновникам, которые и так привыкли дистанционно, так сказать, функционировать на своих должностях. Между этими двумя реалиями развивается третье, что интересно. То, что многие сейчас называют цифровая реальность. Сколько бы карантин не сдерживал и сколько бы чиновники по привычке не отчуждались от граждан, все же цифровизация делает свое дело. Но цифровизация тоже бывает двух видов. Стихийная и целенаправленная. Все это не может не влиять на качество и эффективность госуправления. В кавычках, оцифрованное общество создает свою среду обитания. Общение и жизнедеятельность вне этой среды уже изображает в термине офлайн, как вы знаете. Взаимные переходы между этими двумя средами, онлайн и офлайн, происходит на уровне общества и простых людей, не только, но еще и госуправления. Если социальное дистанцирование в определенной мере компенсируется сетевым сближением в режиме онлайн, то политическое дистанцирование компенсируется сетевым сближением с гражданским обществом в одних сферах и сохранением дистанции в других. Распространение коронавируса совпало с тем, что, вот как Бахром сегодня упоминал, что 2020 год был объявлен в Узбекистане годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. В общем-то, интересное совпадение произошло. Коронавирус как бы внес вклад в то, что и так правительство хотело в этом году осуществить, то есть такую цифровизацию. И вот дистанцирование, видимо, способствовало этому. В условиях карантина проходят испытания такие сферы, как дистанционное обучение, дистанционные экзамены, дистанционные конференции, дистанционное обсуждение проектов, законов, дистанционные развлечения, представьте себе и развлечения. У нас даже появился термин дистанционные гяпы, то есть такие вот эти, как бы, как это объяснить на русском, типа мальчишники, что ли, или встречи друзей, сокурсников, там, или коллег раз в месяц у кого-то дома и так далее, с пышным столом и беседами. И вот этот гяп, как мы его называем, стал дистанционным. Каждый накрывает у себя свой стол и сам его и ест. Вот интересная такая метаморфоза произошла. Дистанционные конференции, дистанционные развлечения, дистанционный бизнес, дистанционные заседания правительства, вплоть до дистанционных саммитов глав государств. Вот я бы хотел здесь упомянуть еще такую интересную работу, которую выполнила Кабаразия, с которыми вот мы сегодня тоже ведем эту работу. В них на сайте вышла статья «Как Узбекистан справлялся с вызовами пандемии». Так называет статья. Двоеточие. Уроки на будущее. В ней показано, что с начала действия карантинных мер в Узбекистане возникли два режима и стандарта. Один следовал логике противодействия распространению коронавируса, а другой логике экономического расчета. То есть вот такая ситуация дилеммы очень сказалась на госуправлении. Я думаю, эта дилемма свойственна не только нашей стране. И в той или иной степени, в той или иной мере и форме проявления она присутствует во всех странах, задетых этой пандемией. Ну вот, что интересно. Все мы переживем, даст Бог, скоро всю эту пандемию, кризисы и так далее. И наступит то, что сейчас некоторые уже употребляют такой еще один новый такой квазитермин – постпандемия или посткоронавирус и так далее. Так вот, что это? Как мы должны его воспринимать? Как мы должны к нему готовиться? Что ожидать в условиях постпандемии? Если вот это пресловутое дистанцирование было основной характеристикой общественных отношений в условиях всеобъемлющего карантина, то каким будет социальное и политическое сближение после завершения карантина и пандемии? Вот для меня это ключевой вопрос. Если уж мы так вынуждены были дистанцироваться, карантин пройдет, то будет сближение. То есть будем компенсировать утрату общения, которое принесло это самое дистанцирование. Этот вопрос остается открытым. Но что интересно, уже в пик, можно сказать, этой пандемии, в пик карантинного режима, все это описано сегодня уже было нашими спикерами. Я вот хочу сказать, что в этот пик карантина уже намечаются или как появились такие признаки каких-то таких тенденций или новых таких векторов развития, которые, наверное, наступят уже в постпандемийный этап. В частности, уже в Ташкенте было сообщено, что открывается исследовательский центр сотрудничества по электронному правительству. И для реализации данного проекта Южная Корея выделила 2 миллиона долларов на безвозмездной основе и направит высококвалифицированных экспертов по электронному правительству и цифровой экономике. Фироза Мусаяна сегодня говорила о дефиците кадров. Так вот, кадры по электронному правительству. Эта задача уже поставлена. И готовимся, как говорится, к постпандемийной эпохе. Интересно, что в пик вот этой карантинного режима все-таки какие-то ключевые решения принимаются. И карантин, и пандемия не мешает им их принимать. Хотя надо было, может быть, ожидать, что как раз-таки пандемия должна была ослабить или немножко сдвинуть, отодвинуть или замедлить этот процесс. Всем вам хорошо известно, например, что Сенат Узбекистана принял решение в мае о вступлении в Евразийский экономический союз в качестве наблюдателя. Меня, например, это удивило, потому что это такой сложный вопрос, который еще на уровне экспертного сообщества не до конца был обсужден. Там много всяких за и против. Экспертное сообщество сильно разделилось. Вот мы в одном зум-мероприятии с Бахромом участвовали именно на эту тему. И вот как будто бы под шумок, что ли, если в кавычках так выражаться, под шумок пандемии и карантина принимается такое очень ключевое решение о вступлении в качестве наблюдателя в ЕАЭС. Что тоже интересно для наблюдения просто. Вы знаете, вот карантин, казалось бы, дистанцирование. И вот стряслось, к сожалению, небольшой инцидент на узбекско-кыргызской границе, как вы знаете, да, в местечке Сох, в анклаве Узбекистана, который находится на территории Кыргызстана. И вы знаете, вот, казалось бы, тоже наблюдение такое просто логическое. Карантин, условия дистанцирования должны были тоже помешать или что ли замедлить, или как-то ослабить нокаут страстей, потому что все-таки есть риск вот этого заражения там и так далее. Но это не помешало каким-то там группам людей, толпам собираться, выступить там и так далее. То есть, видите, это тоже наблюдение интересное. Какие-то эксцессы, какие-то инциденты, на них как будто бы карантин, и вот эта пандемия вроде бы и не влияет, что ли. И люди забывают про этот риск, если там возникает еще более кризисная, другая ситуация, которая перевешивает, что ли, риск от пандемии и так далее. Это очень интересное, на мой взгляд, наблюдение. Здесь вот Дельдора Меркулова ответила. Спасибо, интересно, за презентацию. Как вы думаете, каким образом Международное сообщество по мониторингу прав человека будет оценивать факты превышения должностных полномочий правоохранительных органов в период карантина? Будут ли какие-то рекомендации для правительства? Конечно, хотелось бы отметить, что каждые пять лет каждый участник каких-то международных конвенций, к примеру, у нас есть конвенционные органы ООН, у нас есть комитеты по правам человека, то есть там разные есть комитеты, и если страна является членом этого комитета или членом этого конвенционного органа, то ООН каждые пять лет должен отчитываться по этим вопросам. И, конечно, каждый год по разным странам выходит list of issues, то есть список вопросов, на что страны должны сделать упор при написании своих периодических обзоров на пять лет. И я уверена в том, что начиная с 2020 года все вопросы, которые будут освещаться или задаваться комитетами ООН, они будут включать вопросы коронавируса. И в разных странах это будет по-разному, потому что, к примеру, если мы возьмем Индию, там очень большой вопрос по санитарии и по shelter, то есть обеспечением питьевой водой, гигиена и крыша над головой, то есть это должно было быть обеспечением от страны. В Узбекистане, я уверена, это будут вопросы невременного характера мер, как я уже сказала, это уже теперь у нас административное наказание, это уже уголовное наказание, то есть мне кажется, это обязательно будет, потому что это все связано было с карантинными мерами. Если бы это было применено до того, как был карантин, да, например, у нас уже были бы статьи по фейковым новостям или распространение фейковых информаций, то этот вопрос бы не поднимался. Но мне кажется, по карантину это обязательно будет. Рекомендации будут, это уже после, потому что здесь мы говорим не только о невременном характере, то есть постоянном характере применения мер, мы говорим о 14 статье, то есть это свобода передвижения, мы говорим о 12 статье, мы говорим о 14 статье права на здоровье, мы говорим о, значит, свободе слова, да, что у нас конституционная гарантия является. То есть там очень много будут вопросов, которые подниматься в связи с применением этих мер. Если будут вопросы более детального характера, я думаю, в арт-теке через вас можно передать мой e-mail, где люди могут обращаться без проблем. Отлично, спасибо. Джоанна Лилис пишет всем участникам такой вопрос. Здравствуйте, спасибо за очень интересные доклады. У меня вопрос с спикером, ну, видимо, кто возьмется ответить. Насколько мы можем доверять официальной статистике про распространение коронавируса в Узбекистане? Если сравним с Казахстаном и Узбекистаном, намного меньше случаев... А, сравним с Казахстаном, в Узбекистане намного меньше случаев, несмотря на то, что условия карантина сравнимы. Насколько реальна возможность, что правительство скрывает реальную картину, чтобы не испугать инвесторов и туристов, например? Вот такой вопрос, если есть кто может из спикеров ответить на этот вопрос. Вопрос ведь в том, что пандемия, помимо всех других проблем, скрыла еще проблема отсутствия реально независимых СМИ. И это проблема для Узбекистана. Как мы ни старались, и даже при наличии пула журналистов, которые проявляли волю даже в этих условиях и пытались рисовать ситуацию так, как она есть, де-факто, мы все-таки не смогли сделать статистику, которой можно полностью доверять. Это я говорю как активист гражданского общества, конечно. Мне трудно судить о реальности ситуации, поскольку я не профессионал, не медик. Я не думаю, что кто-то из спикеров может это сказать точно. Но если говорить применительно о том, что СМИ сегодня могли бы, или какая-то часть СМИ, с независимой точки зрения обсуждать вопросы статистики, то это было бы больше доверия, конечно. Спасибо. Я, если есть еще желающие ответить на этот вопрос, а если нет, то от себя, может быть, добавлю пару таких ремарок. Да, может быть, скажем, вот как Джоанна Лилис пишет, условия карантина сравнимы в Узбекистане и Казахстане. Я бы, может быть, даже сказал, в какой-то мере они сравнимы с другими странами. Отличия какие-то, на мой взгляд, это мое впечатление, не столь уж прямо кардинальные, чтобы ожидать какую-то и также кардинально разнящуюся статистику. С другой стороны, я не знаю, насколько можно судить или делать выводы о том, что статистика неверна, исходя из того, что, ну вот сейчас у нас более 6 тысяч зараженных считается, и причем до конца мая статистика находилась на уровне от 2 до 3 тысяч. Мы предполагали и ожидали, что, наверное, не превысит статистика цифру 3 тысячи при той тенденции, которая была наблюдаема с марта месяца. И вдруг каким-то таким экспоненциальным способом, экспоненциальным таким образом в июне стали чуть ли не ежедневно добавляться вот в эту статистику по сотне и более зараженных. И в настоящее время уже эта статистика превысила 6 тысяч. Можем ли мы из этого делать какие-то, я не знаю, подозрения о том, что искажается статистика и так далее? Если бы она искажала, что вот этот темп умеренный, я бы сказал, да, терпимый, умеренный, и поддерживался бы, и наоборот, оптимистично демонстрировалось, что идет наш факт, и так далее. А тут экспоненциальный рост пошел вверх, и поэтому я склонен сам лично, может быть, с какими-то, как эта социология говорит, есть погрешности любого социологического наблюдения статистического на какие-то там проценты. При допущении таких погрешностей я все-таки склонен относительно так принимать на веру имеющиеся данные, имеющуюся статистику. А с другой стороны, вы знаете, ведь опыт и других стран мира, будь это Америка или Европа, или Китай, или наши центрально-азиатские, или Россия, показывает, что тут вероятность вот этих флуктуаций в цифрах, она такая синусоидальная и непредсказуемая. Сегодня одна статистика, даже если она неправильная или правильная, завтра она кардинально может просто измениться вверх или вниз при каких-то странных обстоятельствах. И это не только наблюдается, допустим, где-то у нас, это во всем мире наблюдается. Так что я склонен судить о том, что у нас информация, которую правительство дает по ситуации в этой области, близка, скажем так, к действительности. Есть у кого добавить? Равшан Назаров, дорогой друг мой, на линии, как говорится, на связи. Пост-ковидный мир, пишет он, каким он будет? Мы просто вернемся в статус-кво декабря 2019 года, или мы должны будем вносить поправки, коррективы, изменения во все сферы публичной деятельности. Я повторю слово Бахрома, что никто не был готов, но это нас поменяло. Мы буквально недавно с супругом тоже сидели, болтали, общались, и пришла мысль к тому, что мир не будет абсолютно тем, как был в декабре 2019 года. Почему? Потому что, если вы помните, когда были 9-11, да, в Америке, значит, у них был террористический акт, после этого американцы заставили всех поставить специальные детекторы. Если вы знаете, когда вы проходите через таможню, даже у нас в Узбекистане специальный рейс для Америки, вы проходите, и там есть вот эти детекторы, и вас проверяют. До этого как бы это было очень, ну, его не было. Сейчас это, то есть после этого случая стало обязательным, и спустя десятки лет мы знаем, что теперь вот такие детекторы, проверки на металл и так далее, это является обыденной вещью, то есть, ну, да, соответственно, мы к этому привыкли. Я думаю, что коронавирус как раз-таки это тот случай, когда он поменяет behavioral change, то есть, мы поменяемся абсолютно тем самым, сами себя будем, может быть, и сами поменяемся, но и будут и стандартные меры. К примеру, элементарно сейчас, когда вы выходите, у нас же положено три раза в щечку поцеловаться, в руки дать, там, обняться, но уже даже вот на улице, вы видите, уже этого намного меньше становится. Это behavioral change, но также будут и системные изменения, то есть, будут те изменения, которые через пять лет это будет уже нормой, наверное. Я полностью поддерживаю Дельфу в том, что мир уже не будет другим. Пандемия — это один из тех немногих факторов, когда нам посчастливилось, или, к сожалению, даже не знаю, что сказать, быть свидетелями, когда она затронула все, вся и везде, независимо от развития экономики, независимо от политических систем, независимо от развитости общества, независимо от технологий и так далее, все страны затронуты пандемией. И они не будут теми, какими были до этого, включая Соединенные Штаты, включая, не знаю, и Гондурас, к примеру. Безусловно, есть одна вещь, которая меня лично, например, очень заинтересовала. Пандемия сплотила общество. Я это заметил. Вы знаете, вот гражданское общество Узбекистана болело болезнью абсолютной антиконсолидации. Вот просто не хотело консолидироваться, и все. Сейчас мы наблюдаем, как через эти же зум-конференции, через прямое общение, мы, во-первых, становимся чаще свидетелями каких-то бурных диалогов, и мы приходим к общим каким-то показателям. Мы начинаем консолидироваться. Я получаю огромное количество предложений соединяться, объединяться в различных каких-то тенденциях и вырабатывать общую позицию. Этого раньше не было. Я не видел таких исследований. Может быть, коллеги видели. Но мое личное ощущение, потому что я вижу каждый день, хотя бы на примере своей Махали, и в разговоре с некоторыми людьми, абсолютно далекими от того, чем я занимаюсь. Мне кажется, по поведению людей, которые я вижу, серьезно не воспринимают этот вирус особо. Это лично мое мнение. Люди рвутся, здороваться все равно. Устраивают, вот буквально позавчера я видел, застолье было. Собираются 4, 5, 6 человек вместе, выпивают, все как в старые добрые времена. То есть, ведь суть-то в чем? Например, в ношении маски. Тот, кто носит маску, он ведь не себя защищает. Он защищает другого человека. И когда вы видите, что, например, вы носите маски, а кто-то не носит просто потому, что считает, что это не нужно, то этот человек, ладно бы он себе вред наносил. Он наносит вред вам, он наносит вред окружающим. И вот отсюда как бы, отсюда и причина, может быть, почему у нас растут цифры. Это, во-первых. Вот если вы почитаете интервью Насима Талебу, он говорит, что вот в мире вообще население, как бы раньше властей поняло, как нужно замедлить, как можно замедлить распространение пандемии, что нужно для этого делать. И начали люди сами сознательно носить маски. Ну, не всегда и не везде. Ну, например, в Японии, которую я могу привести как пример, которую я знаю, там люди все время и без этого маски носили, если у них много там всяких вирусов. И таким образом, как бы, они защищали себя. Это как бы что-то такое, что это отношение в обществе человека к человеку. Вот элементарно вот такое вот отношение. То есть беречь другого, не нанести вред другому. И вы видите сейчас, во время пандемии, Японии — это один из, может быть, сказать, success-кейсов успешных таких примеров, где, в принципе, при относительно низкой смертности где-то 850 человек, в принципе, чрезвычайная ситуация была отменена. И я могу представить, что это могло сработать в Японии. Что касается некоторых других вопросов, применительно даже к твоему докладу, который я делал, здесь два аспекта. Первое — это отношение, это понимание, что есть госуслуга в Узбекистане. Второе — это понимание, что есть инновация. Вот эти две, это два краеугольных камня. Когда мы говорим как бы об инновациях в госсекторе, о том, что в 2018 году как бы дали толчок этому, в 2020 год, как Фарфадеки сказал, этот год цифровизации и поддержки науки, да, вот такое совпадение. Вот здесь надо отметить. Первое — госуслуга у нас очень узко понимается. И специалистами, и теми, самое главное, кто эти госуслуги должен оказывать. Я могу вам привести целый ряд примеров именно государственных инициатив. И здесь я согласен с Шкуратакя. Именно и данные ООН говорят о том, что мы, Узбекистан, находимся в вопросе государственных услуг, в вопросе участия общественности, формирования этих государственных услуг, между второй ступенью консультирования и третьей ступенью вовлечения людей. То есть здесь четвертая есть ступень, это сотрудничество с обществом, и пятая ступень — расширение прав и возможностей этого общества. Я это не успел сказать во время доклада, но я могу сказать, что есть очень хорошие примеры на постсоветском пространстве, где создавались так называемые гражданские инновации, основанные на открытых данных. И мы идем вот к этому вопросу открытых данных. Например, для меня, как исследователя, важно, например, и по вопросу коронавируса данные, это Джоан Лилл спрашивала, и вообще в вопросах госуправления, чтобы данные были открыты, и эти открытые данные я мог перепроверить. Я не могу просто верить слепо, не важно, кто это будет, ННО предоставлять информацию, или госорганы, или кто-либо. Эти данные должны быть, то есть я должен быть способен, я и любой другой человек должен быть способен перепроверить эти данные. Тогда им можно доверять. Что касается занижения или повышения этих данных, то здесь, мне кажется, это общая такая проблема, и в постсоветских странах также. Просто нет возможности вести этот хороший подсчет, правильный, более-менее объективный, потому что и 14 дней, соответственно, это долгий срок, мы не можем всех посчитать, и, может быть, тестов не хватает. В Узбекистане более миллиона тестов было проведено, вот это данные, которые сегодня утром были. То есть тестирование проходит, это стоит дорого. Не всегда эта статистика ведется достаточно аккуратно, я согласен, но я думаю, здесь больше объективности в принципе в госстатистике появилось в Узбекистане за прошедшие несколько лет, и по экономике, и по вопросам коронавируса. И самое последнее – инновации. Что есть инновации? Инновации у нас тоже довольно пока узко понимаются, может быть, не очень хорошо понимаются, и иногда просто цифровизация какой-то услуги понимается как инновация. Но на самом деле это не так, и здесь как бы это немного другая тема, но я хочу заострить ваше внимание на вот этих двух аспектах. И вот это есть системные вопросы, которые нужно решать. Открытые данные, что есть госуслуга, и что есть инновация? Ну, в конце я зачитаю буквально, что написано, потому что нам пора уже закругляться. Нодор Садридинов, здравствуйте, уважаемый участник семинара, благодарю всех выступающих за содержательные и полезные мнения по теме выступления. Я хотел обратиться всем участникам с просьбой. Наш институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и устранения бедности занимается разработкой и стратегией Управления экономикой Узбекистана. Если у кого есть предложения по содержанию сути стратегии, с учетом мирового опыта, которые могли бы быть применены, так, опять прыжок произошел, применены в разработке документа, прошу направить нам. Благодарю за внимание. Ну, вот на этой такой позитивной ноте, наверное, мы должны закругляться. Мы уже время все использовали, израсходовали. В конце хочу отдельно снова упомянуть и поблагодарить доктора Фирузу Рашидову, доктора Бахрома Раджавова, Шухрата Ганиева, Дельфузу Куролову, самого себя за вот это интересное мероприятие.